Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще у меня складывается такое впечатление, что ваш вопрос я уже видел. Именно такой. Именно с таким сюжетом мы и повествовали. То есть это не история про похожий вопрос. Это именно такую концепцию я уже видел. Вполне вероятно, что вы уже вопрос задавали подобного рода. И искали какое-то решение. Другой вопрос. Есть ли решение вашей проблемы в текущей форме взаимодействия? А именно вопрос-ответ. На мой взгляд нет, но давайте посмотрим. Итак, мои проблемы. Хочу быть красивой и похудеть после родов, но не могу начать пытаться правильно заниматься спортом. Смотрите. Здесь ситуация о двух концах. Во-первых, хочу быть красивой и похудеть после родов нужно как бы для чего-то. То есть мотивация на быть красивой. Вообще, что такое быть красивой? Да, само по себе понятие красоты довольно-таки субъективное. Что-то для кого-то, для кого-то одно красивое, для кого-то другое. Поэтому что такое быть красивой не очень здесь понятно. То есть цель четко не сформирована. Далее, похудеть после родов тоже в принципе самое. То есть ну да, условно после родов вы набрали какой-то вес, вы хотите его сбросить. Совсем понятно, не совсем понятно, для чего это нужно. То есть вам-то само это зачем? И красивой вам быть зачем? То есть во-первых, что такое быть красивой? А во-вторых, зачем? Еще один немаловажный момент заключается в том, что вы изменились. Все-таки роды и некоторые другие события, которые в вашей жизни произошли и происходят до сих пор, они вас меняют. И вы меняетесь. И меняется ваше внутреннее состояние. И внутреннее состояние волей-неволей влияет на вашу внешность. Соответственно, даже если чисто физически вы вернетесь в тот вес, который у вас был за родом, то не факт, что вы будете выглядеть так же. Потому что настроение, ваше эмоциональное, душевное, психологическое состояние влияет на то, как вы выглядите, на то, как вы ощущаетесь другими людьми и на то, как ваши глаза, условно говоря, выглядят. Да, то есть светятся они или потухшие, тоскливые и так далее. Поэтому, я бы сказал, я бы здесь немножко отошел от таких вот понятий красоты и похудения, а больше, собственно, увидел бы то, чего вы хотите. Понимаете? То есть, ну, роли очень важны и достаточно стрессовая история для организма. Организм женщины после родов меняется, не мне вам об этом говорить. И предполагать, что после родов вы будете такой же, как были до родов, ну, наверное, несколько наивно. Что бы вас могло удержать, условно говоря, в тонусе, это четкий путь, это четкое понимание себя, это внимательность к себе, это уверенность в себе, это следование своим ценностям. Понимаете? Тот факт, что вы воспринимаете свои изменения после родов как что-то негативное, ну, в смысле, что я стал некрасивый, я стал полный, я сейчас не говорю про то, что вы замутаны, как вы себя сами описали. Могу говорить о несколько обесценивающей позиции по отношению к родину, ну, к родину, к родину ребенку, не знаю, вот к родину, да. Вот, возможно, для вас это равно. То есть, вот я была красивая, я была стройной, вот я родила, я перестала быть красивой, перестала быть стройной, и меня это уничтожало. Я требую от себя быть такой же красивой, быть такой же стройной, но, как бы, требование к себе, вина, бичевание приводят лишь только к тому, что вы себя наказываете. То есть, вам бы увидеть вот некоторую, некоторую вашу жизненную потенцию, да, в родах. И увидеть некоторую красоту, может быть, в материнстве, может быть, увидеть некоторую красоту в том, что вы мама, в том, что вы стали родителем, и то, что вы подарили миру нового человека. Вот, может быть, из-за того, что вы не видите в этом красоты, и вы не уважаете себя за то, что это сделали. Может быть, не осознаете того, что вы сделали. Может быть, это тоже не дает вам возможности двигаться дальше, и фиксируетесь вы, в итоге, на том, что с вами произошло с физической точки зрения. Тут, конечно, важный момент воспитания. Потому что, если воспитание ребенка, если имать детство с ребенком не организовано должным образом, в том смысле, что вы себя измазываете, да, нарушаете личные границы, свои состояния, не прислушивайтесь к себе, не оставляйте время для занятия с собой и так далее, то, конечно, это будет вас угнетать. Вот. Поэтому то, как вы воспринимаете роды и свои физические изменения, наверное, является важным аспектом. Не менее важным аспектом является то, что изменение веса не происходит просто так. То есть, есть физиологические препятствия для того, чтобы у вас увеличился вес. Очень часто женщины по здоровью их набирают. Все связано это с изменениями в организме. Никак это не связано с едой, с образом жизни. Все связано с изменениями в организме. Такое бывает. Вам обязательно нужно это учитывать и обязательно нужно это выяснить, и произошли ли эти изменения с вами. Есть набор веса из-за, как вы говорите, неправильного питания, из-за образа жизни и т.д. Да, это и есть. Важно немножко другое. Что неправильное питание и, как следствие, набор веса может являться формой выражения. Первое. Компенсация того, что вы себя бичуете, того, что вы блокируете в себе некоторые позитивные переживания, которые вам нужны. Второе. Это то, что вы себя наказываете. То есть вы себя наказываете неправильным потреблением неправильной пищи. И вы, так сказать, большие количества, которые ведут к увеличению веса. Ощутимому увеличению веса. Вот. И вы наказываете себя этим самым весом. То есть вы как бы отталкиваете от себя других людей. То есть это такая вот броня получилась. И к чему это восходит, сказать сложно. Пока я могу лишь сделать предположение, что вот роды, да, это вот что-то для вас, ну, такое типа вот я красивая, застроенная родила и все. Теперь родившая женщина красивой я уже быть не могу. Такой как раньше быть я не могу. И это правда. Вы не можете быть такой как раньше. Вы можете быть другой. И красота ваша, она тоже может быть другой. Она может быть более, более глубокая. Она может быть более зрелая. Она может быть более взрослой, что ли, что ли. Вот. А, то есть жизнь, нужно разбираться. Нужно разбираться, что толкает вас на потребление неправильной пищи, что-то и тупо. Вот. Представляете, что это может быть как наказание, это может быть как администрация, это может быть как бегство. использоваться человеком в поведении. Дальше. Вот вы говорите, что вам лень заниматься в спорте, значит вам отменить, вам отменить. Вы этого не хотите. Вы себя заставляете, но вы этого не хотите. Потому что нет, так сказать, вы не можете этого не делать. Знаете, ведь человек является самим собой, когда он не может чего-то не делать. А если он может чего-то не делать, то скорее всего не его, понимаете, какая штука. То, что вам лень, это некоторые изменения, которые с вами произошли, которые вы несколько и пытаетесь игнорировать, пытаясь вернуться к той себе, которой, вероятно, уже нет. Игнорируйте изменения, которые с вами произошли. Повторюсь. Это важно. Вот. Дальше. Муж завел очередную любовницу. Пишите. Что здесь можно сказать? Ну, можно сказать о том, что у вас занили на самооценке, что вы, с одной стороны, как-то вот, позволяете, мне кажется, в глубине души можно иметь любовницу. То есть, да, вы, условно там говоря, воритесь, вы протестуете, но и он, и вы знаете, что, в общем-то, эти протесты, это всё, это вещь такая чисто для проформы. А по факту вы, как бы, ну, вы признаёте, что у него есть любовница, что она может у него быть отсюда, он её, собственно, и заводит. Это первое. Второе. То, что очередная любовница говорит о том, что это системное поведение. То есть, системное повторяющее сайт. А значит, что есть определённые паттерны поведенческие, которые снова и снова эту ситуацию генерируют. Вам нужно эти паттерны увидеть. Следующий важный момент – это то, что любовница вследствие проблем между вами и вашим мужем. Вот. И как-то развивать, выкидывать духи, ну, никак не решает проблему. Проблема решает анализ отношений и их коррекция, их корректирование. По крайней мере, с вашей стороны, если вы этого хотите. То, что вы делаете – это просто бунт, но бунт, как правило, произойдёт лишь только ответ на какую-то агрессию, ответ на какого-то, ну, ответ на насилие и не более того. То есть, это напоминает, знаете как, вот, ну, не знаю, вот сгорел у человека дом, к примеру. Да, вот сгорел у человека дом. Дом у человека сгорел по вине там, условно, соседа. А человек собственник дома, который сгорел, он просто взял и ничего соседу не сказал, просто руку ему пожал и всё. А потом на собаке отыгрался, забыв её до смерти. Вот и вы, мне кажется, так же. Вы не обращаете внимание на первопричины того, что происходит. Но при этом отыгрываете на духах, который, в принципе, ни в чём не виноват. Вот. А вообще продукт, как бы, денег стоит и так далее. Это не значит вам это неприятно, но постараюсь вот это вот, как бы, замечать точно на то, что действительно важно в плане системообразующей роли в том, что происходит в вашей жизни, очень важно. Это может научить вас психолог отлично. Дальше. Так как у меня отличная интуиция, умеет меня анализировать, быстро выложи его на чистую... Ну, может быть, у вас и отличная интуиция, и, может быть, вы умеете анализировать, но вот почему-то вы не... Ваша маленькая способность только на то, чтобы разбить духи. Не проанализировать отношения с мужем, например, не проанализировать своё поведение с ним, и скорректировать его соответствующим образом. А... Не решить для себя, а кто-то ли вообще этот человек, человек, который с вами вообще хотите вы с ним быть или нет. Или наоборот, ну, окей, у него любовница, может быть, он такой мужчина, которому одной женщины мало, или он считается это плохой. Не видеть что-то плохого в том, чтобы было несколько женщин, и принять эту ценность своего мужчины, и любить его в этом, если вы можете это сделать. Понимаете, почему-то вот в таком направлении ваш анализ не двигается, интуиция ваша не двигается тоже. Почему-то вот другого человека выводить на чистый фуд вы можете, а на себя обратить эти свои способности нет. Поэтому я верю, что вы хорошо знаете своего мужа, я верю, что вы хорошо вмещаете какие-то мелочи в его поведении. Но по факту то, что вы говорите, это то, что вы живёте им, но вы не живёте собой. Вы смотрите на него, но не смотрите на себя. Собственно, именно поэтому происходит то, что происходит, именно поэтому отчасти можно вести речь о том, что это не любовь к себе. То есть любовь к себе начинается с того, что я смотрю на себя, в первую очередь, и замечаю, что происходит со мной, и выражаю то, что происходит со мной в контакте с другими людьми. Вот это считает то, что начинается любовь к себе. А то, что вы внимательны к другому человеку, ну это по сути означает только то, что вы живёте. И для мужа вот такое действие, что вы выводите на чистую воду и т.д. и т.п. Вот здесь не происходит. Здесь происходят крики, скандал, слость, агрессия, ссоры, но не происходит собственно самих сексуальных геннадийцев. Поэтому я думаю, что это такой способ и вас, и вашего мужа друг к другу в геннадийстве. Ну, а для, собственно, других отношений, которых тоже нужны, ну, муж действительно ищет партнёра, который может это ему дать. Вопрос в том, почему с вами такого не происходит. И всё это мне подсказывает, что в том числе, потому что вы к себе сами не внимательно. Ведь, понимаете, те же роды для разных людей, для разных женщин имеют разное значение и играют разную роль. Для кого-то это озарение, для кого-то это вдохновение, для кого-то это форс-мажор и неожиданность, для кого-то это трагедия. А вот что роды для ребёнка для вас, не совсем понятно. Ведь как-то же вы к этому пришли. Дальше. Врёт. А я так понимаю, что врёт, скрывается фракон, отлучая звук наряжается. Ну и что? Вот вы пишите, что вы ревнуете. А что за ревностью? Ну, скрывается. То есть, вы ревнуете, а дальше что? Ну, как бы, вот. Дальше. Она подарила ему на ДР духи, сейчас на Новый год часы. Духи я выкинул, чуть не убил. Ну, представляю, что это... Частинные ситуации меня бесят. Чем бесят? Говорит, ну ты мне не дашь, что это открытое предснаёт все ситуации. Да, а вы? Вы предснаете ситуацию, что у вас несколько дисфункциональное отношение с мужем, и что как минимум, как минимум нужно их корректировать. Если хотите, конечно, сохранить семью. Сижу в декрете, не знаю, будет ли больших денег нет, чтобы что-то открыть. Зачем что-то открывать? И, собственно, большие деньги для этого. Самореализация, она не в какой-то форме. Так, хочется какой-то реализации. Для этого не нужно что-то открывать. Начала потихоньку торговать детскими товарами в соцсетях. Опять же, понимаете, нужно как-то пробегаться, рекламироваться, но опять ничего не делаю, застрадав. Просто, мам, это неинтересно. Душа тянется на порвиге, быть красивой, самодостаточной, уверенной в себе. А что делать в итоге? Ну вот вы красивая, уверенная, самодостаточная. А что вы делаете-то, когда вы такая? И почему нельзя этого делать сейчас? Мне кажется, что в этом, в том, что вы красивая, самодостаточная и уверенная в себе, нет главного. Нет вас. Это некий образ внешний, который вам, вероятно, до рождения ребенка удавалось поддерживать. Но вот в нем нет ваших переживаний, вашей искренности, вашей жизни. Так, значит, в итоге замотанная женщина с ценой мутой головой. Ну, понятно. Ну, я тебе не говорил, что ли, как поменять свою жизнь? Не знаю, мне только говорить, чтобы понять, как ее поменять. Я думаю, что в процессе разговора вы сами увидите, что вы хотите поменять. Это не любовь к себе, да? Тогда как полюбить себя? Это работает. Вы же не думаете, что один ответ поможет вам полюбить себя? Что-то я уже сказал, что могло бы стать началом. Но в целом это психотерапия. В целом это психотерапия. Это психотерапия. Это психотерапия. Это психотерапия, которые не позволят нам выражаться. Не в виде выкидывания духов, а в виде ревности. А в виде больше таких вот аутентичных, самобытных проявлений. И этому тоже может научить вас психотерапии. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.